В их руках наше будущее. Они дают знания и воспитывают подрастающее поколение. Учитель не просто профессия, скорее призвание. Любимому делу педагоги посвящают себя полностью. В этом выпуске программы «Молодые профессионалы» мы узнаем, как порой непросто найти общий язык с детьми, посетим несколько уроков в начальных классах и выясним, как готовят будущих специалистов. Полететь в космос, стать парикмахером или учителем в детстве хотел, наверное, каждый из нас. Но взрослее мы часто забываем о своих мечтах и выбираем совсем другие профессии. Но только не Марина Сибелева. Видя работу своих педагогов, я никогда не сомневалась в том, что я выберу такой же путь и пойду по педагогической стезе. И знаете, чувствуешь отдачу от детей, чувствуешь их отношение к себе. И самое главное – дать детям то, что хотел бы получить сам. Марина – будущий учитель музыки. В этом году она впервые побывала на практике в школе. Педагогический дебют удался. Девушка стремится получать и дополнительные знания. Часто принимает участие в профессиональных конкурсах и конференциях. В ее копилке уже есть награды. Перед учителем стоит задача не только дать какие-то теоретические знания, но и привить музыкальный вкус детям. На этапе слушания музыки, на этапе беседы о музыке мы рассказываем детям о композиторах, о направлениях музыки, о том, как создавалась музыка. Студентам музыкального отделения скучать некогда. Хоровое пение, ансамбль баянистов и аккордеонистов – скрипка. Из каждого кабинета доносятся пленительные мотивы и задорные песни. Не учеба, а сплошное удовольствие, шутят ребята. В этом зале будущие преподаватели физкультуры. Занятия у них, кстати, тоже часто проходят под аккомпанемент фортепиано. Иван Рудаков считает, его дисциплина не просто развивает ребят, а еще закаляет их дух и укрепляет здоровье. Конечно, это очень важный предмет, так как детям надо развивать не только умственные, но и спортивные качества. Потому что физические качества очень нужны в нынешней жизни. Среди будущих учителей физкультуры немало и представительниц слабого пола. Одна из них – Юлия Кононова. Она уже 11 лет занимается спортивной гимнастикой. Серебряный призер всероссийских соревнований, кандидат в мастера спорта. К выбору профессии девушка подошла осознанно. Трудности ее не страшат. С первого курса очень тяжело было привыкнуть к этой нагрузке. Но помимо своих тренировок, еще тут были нагрузки, и организм привыкает. А на втором курсе уже намного легче. Юлия Тельных профессию учителя физкультуры тоже выбрала благодаря спорту. Девушка занимается силовым троеборьем. В этом году она заканчивает обучение в колледже. Вести занятия ей приходилось и у старшеклассников, и у ребят помладше. Внутренний барьер был очень сильный, когда ты выходишь к детям, они на тебя смотрят, они ждут что-то профессионального, а ты в голове борешься сам с собой, получится у тебя это или нет, и правильно ты это сделаешь или нет. Потому что дети копируют поведение педагога и вообще взрослых в целом. И ты понимаешь, насколько важно то, что ты говоришь и делаешь. Быть педагогом непросто. Слишком высокие требования предъявляются к представителям этой профессии. Учителя не меньше, чем родители в ответе за детей, за их знания и поступки. Здесь нужен и особый склад характера. Педагог должен быть общительным, чутким, творческим и обладать безграничным терпением. В среднеспециальном учебном заведении студенты осваивают эту профессию 3 года 10 месяцев. На первом курсе только теория, со второго начинается практика. Сначала это введение специальности, где студенты изучают процесс учебный в школе. Практика у нас разноплановая, учебная, производственная, летняя работа с детьми. Современное оборудование позволяет сделать процесс обучения студентов интереснее и увлекательнее. В этой аудитории на уроке информатики будущие педагоги собирают конструктор. Из деталей можно смастерить кого угодно, от маленьких уток до болельщиков на стадионе. А оживить их поможет компьютер. Такие занятия проводятся и с учениками в курских школах. Ребята их очень любят. Математика, то есть мы конструируем и развиваем алгоритмическое мышление ребенка. Окружающий мир можем связать, допустим, любое животное с окружающим миром, показать его движение. Вообще набор лего-веда, он включает в себя конструктор и программное приложение к нему. То есть по инструкции учащийся или студент собирает данные и оживляет с помощью программы, которая создается в этом же приложении. А это интерактивный стол. С его помощью даже сложные правила русского языка можно представить в игровой форме. Будущие педагоги должны знать, как он работает. Мы можем организовать групповую работу до шести человек. Также можно определить группы из нескольких учеников, либо индивидуально с каждым учеником. Как найти общий язык с ребенком, успокоить разбушевавшийся на перемене класс или в течение всего урока удерживать внимание школьников? Студенты обязательно изучают основы педагогики и детской психологии. Какое равенство у нас получится следующее, Дима? Я думаю, следующее равенство будет 8 разделить на 2. А это студенты на практике. Сегодня Ксения Ештокина объясняет ученикам новую тему по математике. На вопрос, каким, по ее мнению, должен быть учитель начальных классов, девушка отвечает сходу. Человек, который всегда поможет детям, подскажет, что не так, поможет исправить их ошибки, поможет направить их на путь на какой-то. Анастасия Власова, кстати, в прошлом году тоже выпускница колледжа, уже 10 лет работает в школе учителя музыки. Рассказывает ребятам о знаменитых композиторах, знакомит их с музыкальными произведениями, занимается с учениками хоровым пением. Работа с детьми – это призвание. Если ты хочешь детям что-то дать, чему-то их научить, подарить частичку себя, то, я думаю, человек пришел туда, куда надо. Я нашла себя, мне очень здесь нравится. Сегодня молодые специалисты, получившие педагогическое образование, востребованы на рынке труда. Директора школ присматриваются к студентам еще на практике. Лучших приглашают к себе на работу. Поддерживают начинающих педагогов и финансово. Они же приходят, у них определенное количество процентов идет к заработной плате. Если они имеют диплом красный, то у них выше 40% доплачивается, так 30%. Это уже еще без наличия квалификационной категории, они уже получают определенную доплату. В сельских школах там бывают еще какие-то льготы дополнительные. От учителя начальных классов до заместителя директора школы Светлана Татаренкова прошла практически все ступени карьерной лестницы. Сегодня она делится своим опытом и знаниями с молодыми педагогами. В любой профессии есть к чему стремиться. Было бы, самое главное, было бы желание. Поэтому, когда молодой специалист приходит, он начинает делать свои первые шаги, а с каждым годом вот эти шаги становятся все увереннее, увереннее, и он постепенно поднимается с первой ступеньки на самую высокую. То есть, как мы говорим, старт бывает всегда очень сложным, а финиш всегда приводит к победе. Настоящий учитель в первую очередь должен по-настоящему любить ребенка и свою профессию. Тогда занятия со школьниками будут не только продуктивными, но и принесут удовольствие, как педагогу, так и ученику. Не только клади знаний, но и пример для подражания. Начиная с первого класса, учитель для нас верный друг и наставник. Их работа сложная и ответственная, отнимающая много сил, но результат того стоит. Успех учеников и их благодарность – лучшая награда для педагога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова